Нашим сегодняшним текстом послужит 23 стих 11 главы послания к евреям. Гласит этот стих так. «Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно и не устрашились царского повеления». При небрежном чтении этого стиха можно подумать, что тут говорится о вере Моисея. Нет, тут речь вовсе не идет о его вере. Так оно может сперва показаться. Прочите внимательно, не торопясь, и вы увидите, что тут ничего не сказано о вере Моисея. Вера, о которой здесь говорится, относится к родителям его. Послушайте, я еще раз прощу 23 стих. «Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно и не устрашились царского повеления». Какой полезный и поучительный урок в этом чудном рассказе для каждого родителя. Дорогие мои, какое благословение, какая благодать и милость Божия дана детям, имеющим верующих родителей. Родители, которые воспитывают своих детей в страхе и в любви Божией. Я непрестанно благодарю Бога за моих родителей, за истинно верующего отца и верующую мать, которые не только словом, но примерной жизни показали нам, что наилучший путь жизни – это вера в Бога. Вера моих родителей всегда инспирировала в нас, то есть в детях, желание иметь такую же веру, живую, радостную и практическую. Но вернемся к нашему тексту и познакомимся с этими чудными людьми, родителями Моисея. Их звали Амрам и Иохавет. Они были самыми обыкновенными рядовыми людьми – израильтяне, рабами у египтян. Подумайте, в каких условиях жили эти люди. Прошло больше 60 лет после смерти Иосифа, когда родился Моисей, и мы знаем, что в течение такого периода времени многое может измениться в стране. Насколько, например, в течение последних 60 лет наш мир изменился? Кто бы в начале 20-го столетия подумал, что так много будут перемен? Много трагического произошло со времени смерти Иосифа. Как сказано, и восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Народ, который при Иосифе был в почете и в уважении, шесть десяток лет позже стал рабом. Этот новый царь возненавидел народ израильский и начал его притеснять. Вышел приказ от фараона, и весь государственный аппарат вошел в действие против народа Божьего. Его изнуряли тяжкими работами, но чем больше его угнетали, тем более и умножался он, и тем более он возрастал. Дорогие мои, так всегда было и так будет. История церкви показала, что кровь мучеников является семенем церкви. Видя полную неудачу своей борьбы против Израиля, фараон сделал новый декрет – убить каждого израильского мальчика. Сперва было приказано повивальным бабкам, чтобы они умершевляли новорожденных. Но они боялись Бога и не делали так, как говорил им царь, а оставляли детей в живых. Тогда фараон приказал всему народу своему, говоря «всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку». Такие были условия в стране, в которой родился Моисей, и в таких условиях Амрам и Ахавет, родители его, решили верить в Бога и поручить свое дело ему. Итак, младенца Моисея по требованиям властей следовало бы бросить в реку Нила на съедание крокодилам. Однако Амрам и Ахавет, его родители, не устрашились царского повеления, но держали его у себя дома три месяца. И когда нельзя было уже больше его скрывать, они приняли другие меры. Что же они сделали? Они поручили его реке смерти. Они сделали корзинку, заасфальтировали и осмолили ее, положили в нее младенца, поставили в тростниках у берега реки и послали сестру младенца Мириам наблюдать, что с ним будет. И вы знаете, что случилось? Дочь Фараонова, купаясь в реке, увидела корзинку. Раскрыв ее, ребенок заплакал, и в результате этого плача началась новая страница истории мира. Дочь Фараонова сжалилась над ним и взяла его себе домой. А сестра была как раз там под рукой и предложила дочери Фараоновой найти кормилицу для ребенка. Она согласилась, и девица призвала мать младенца, которая вскормила своего же ребенка. В этой захватывающей истории можно проследить изумительную веру родителей Моисея. Автор посланий к евреям говорит нам, что действие Амрама и Ахавета было результатом их веры в Бога. То, что они сделали, соорудили корзинку для своего сына, положили ее в воду, в тростниках, следили за младенца, как с ним будет, все это было действиями веры. Обыкновенные, простые люди, но люди с невероятной верой. Вера родителей Моисея проявлялась во всех отраслях их жизни. Почему это мы знаем? Потому что мы видим последовательность их веры в их семейной среде. Вот где оно начинается. Покажите мне человека, который практикует свое христианство и последователен в своей вере в домашних условиях, и я вам покажу человека, чья вера будет проявляться и в каждом другом аспекте его жизни. Если человек верен в малом, то он верен и в многом. Амрам и Яховед в полном смысле этого слова верили в Бога. Они не признавали случайности в своей жизни. Думают, что это слово вообще не входило в их разговор. Случайность. Когда родился Моисей, то они приняли его как дар Божий, а не как случайность. Видя, что он был прекрасен не только в их очах, но и в очах Божьих, они поручили его в руки Божьи. Времена и условия, в которых он родился, были безнадежными. По уставу страны его следовало швырнуть в воду Нила, и, несмотря на безнадежность этой ситуации, они доверили его Богу. Они вернули Богу Сына, Которого Он им дал. Конечно, они не могли знать, каков будет исход их действий, но достаточно было то, что они надеялись на Бога, надеялись и верили, что в Божьих руках Сын их безопасен. Беря во внимание обстоятельства, в которых они жили, вера их была сверх всех человеческих надежд. Они верили, несмотря на угрозы царя, что Бог сохранит ребенка. Мы видим дальше, что вера их создавала большое мужество, необыкновенную смелость. Заметьте, что сказано в тексте нашем. Они не устрашились царского повеления. Это не значит, что они не сознавали опасность нарушения такого декрета. Наоборот, отлично знали, что если мальчик обнаружится, то он будет брошен с остальными на смерть. Не только мальчика бросили бы в воду Нила, но жизнь родителей тоже была в опасности. И тем не менее, то, что они сделали, они сделали несмотря на царский декрет. Иными словами, они были уверены, что есть авторитет, есть сила высшей фараонова. Фараон сказал уничтожить всех мальчиков. Эти двое людей веры сказали, мы не погубим своего ребенка. Они признавали высшего авторитета, и ему они подчинились и поручили свое дело. Но заметьте также, что вера их не была опрометчивой. Нет, она была практична и продуманна. Русская пословица говорит, и сколько в ней правды. На Бога надейся, а сам не плашай. Во всем мы должны на Бога надеяться. Но в то же время Бог дал нам и разум, чтобы его употребить. Родители Моисея приготовили корзинку, облепили ее асфальтом, осмолили, поставили ее в реку и повелели дочери своей следить, что будет с мальчиком. Они сделали все возможное при данных условиях. И когда дочь фараонова подошла и раскрыла корзинку, и ребенок заплакал, Мириам сразу же предложила, не сходить ли мне и не позвать ли кормилицу. Истинная вера никогда не бывает безрассудной. Вера всегда разумна. Она надеется на Бога и делает то, что практично и рассудочно. Это не значит, что эти люди веры предвидели, как все произойдет. Конечно, нет. Кому могло бы и вздуматься, что сама дочь фараонова возьмет Моисея к себе домой, наймет его же мать, чтобы она скормила и воспитывала, и вдобавок еще, чтобы мать получила плату за свои труды. При том, что вырастив, он получит самое высшее образование и будет иметь привилегии, которые ни один египтянин не мог бы иметь, не говоря уже об израильтянине. Чтобы все это предвидеть или даже угадать, нужно действительно иметь сверхчеловеческую фантазию. Они же сделали все возможное, а остальное поручили Богу. Такова подлинная вера. Она всегда в конечном итоге надеется на Бога. Сказано, что когда ребенок вырос, то мать взяла его и отдала его дочери фараона. И стал он у нее вместо сына. Это значит, что по обычаю вскармливание того времени, что включало и воспитание, и Ахавет имела сына своего Моисея под своей опекой до 12-летнего возраста. И я ничуть не сомневаюсь, что в течение этих созидательных лет ребенка мать ему рассказывала чудные истории о Аврааме, о Исааке, Иакове и об Иосифе, об этом великом вожде, через которого народ израильский пришел в Египет. Она внушала мальчику веру в Бога. При каждой возможности она вкладывала драгоценные истины Божии в его сердце и по всей вероятности дала ему знать, что и он принадлежит этому народу. А иначе как мог бы он знать, пришед в возраст, что сыны Израилевы были его братьями. Семя, посеянное матерью, принесло своевременный плод. О, дорогие братья и сестры, сейте это доброе семя в сердцах и в умах ваших детей. Ведь перед Богом вы за них ответственны. Бог их поручил вам. Он же и даст вам и мудрость, и терпение, и мужество, и любовь. Амрам и Ахавет были в тяжелых условиях. С человеческой точки зрения их положение было безнадежным. Но верою они не устрашились царского повеления о своем сыне, но поручили его Богу. Но в заключении прошу отметить еще один важный урок. Ни Амрам, ни Ахавет не могли никак представить или угадать, что совершит их вера. Подсознательно вера их сотрудничала с Богом. Мы уже сказали, что они не могли предвидеть, каков будет исход поручения ребенка воды Нила, но не могли они тоже и предвидеть то, что их вера подействует на историю не только их народа, но и на историю всего мира. В этой корзинке, порученной верой воды Нила, лежал будущий вождь народа, законодатель, человек, с которым Бог говорил лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Так говорит Слово Божье о нем. Всего этого Амрам и Ахавет не предвидели, но они верили в Бога, они поручили себя и детей своих Ему. Действующая вера производит и совершает сверх всего того, что мы можем придумать или предвидеть. Она должна быть проведена нами во всех сферах нашей жизни, и когда мы будем это делать, то из обыкновенного, ничтожного Бог совершит великое. Корзинка, смола, плач ребенка, незначительные и ничтожные сами по себе слова, правда? Но влейте в них веру, и происходит величайшее чудо. Братья и сестры, прилагаете ли вы веру вашу в воспитание ваших детей? Быть может, вам не суждено будет видеть результаты вашей веры, но будьте уверены, что она принесет свой добрый плод. Каков будет результат воспитания вашего ребенка? Это зависит от вашей веры. Но я не хочу закончить и эту передачу без того, чтобы сказать заключительное слово тем, из моих слушателей, которые еще не сделали первый шаг веры принятия Иисуса Христа как своего личного спасителя. Мой друг, ни ты, ни один другой не может предвидеть те чудные результаты, которые последуют, когда ты верой в Иисуса Христа сроднишься с Богом. С этого ты должен начать. Принять тем верой Иисуса Христа, дать Ему войти в твое сердце. И могу уверить тебя, что тогда в жизни твоей последует одно чудо за другим. Быть в союзе с Богом есть единый путь истинного счастья. Доверься Ему сейчас, да поможет тебе Господь это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok